Здравствуйте! Мы хотим предложить вам сегодня цикл лекций о природе русского лесостепья, о природе Воронежского края, о природе нашего замечательного места, где мы с вами живем. Лес – это сложная и очень разнообразная экосистема. Он хорош в любое время года. И весной, вот сейчас мы с вами находимся в лесу, начинается, пробуждается новая жизнь. Зеленеет трава, появляются сережки на орешнике, на березе, просыпаются подснежники. Мы с вами можем увидеть муравьев, которые начинают активизироваться, слышим голоса птиц. Но, к сожалению, очень часто мы, жители города, не можем позволить себе такую роскошь побывать в весеннем лесу. Вот сегодня, пускай камера не передает полностью всю красоту этого леса, мы все-таки постараемся вам показать, насколько хорош весенний лес и насколько он разнообразен. Лес и степь – это одна из зон умеренного пояса, умеренного климата. И она представляет из себя чередование лесных массивов, чаще всего островного характера, с открытыми пространствами, разнотравными степями. От разнотравных степей в настоящее время осталось очень немного сохранившихся участков. Большая часть этой территории распахана. А вот леса, лесостепья представляют собой удивительную вещь. И если мы с вами обратимся к этой теме, то мы увидим с вами, что есть леса по расположению на ландшафте плакорные, есть леса склоновые, есть леса, которые располагаются по балкам и оврагам, есть пойменные леса, есть так называемые осиновые кусты или колки, как их называют местные жители. И давайте сегодня обратим внимание на ряд таких лесов, которые представляют особую ценность Воронежской области. Если мы с вами обратимся к литературе, то в Большом советском словаре в определении «байрачные леса» мы увидим такое определение – широколиственные леса, растущие по дну и склонам балок или байраков, как звучали балки на тюрском языке. Байрачные леса представляют собой интразональный тип растительности, когда леса, основные массы лесов, расположены гораздо севернее в лесной зоне. И в этих лесах мы с вами сейчас чаще всего будем видеть на территории нашей области дуб как основную слагающую породу. Рядом с ними может произрастать липа, береза и некоторые кустарники. Как правило, эти леса на территории Воронежской области встречаются на территории Среднерусской возвышенности, там, где изрезанный рельеф. На Ухско-Донской равнине их очень немного, только разве что в преддвериях калаческой возвышенности. Если мы будем говорить о втором типе леса, который называется осиновые кусты или колки, то это естественные небольшие лески из мелколиственных пород. Селятся такие лесочки на обширных открытых пространствах, как правило, пойменного типа местности, и представляют издали вид, имеют вид такого большого куста. В середине будет развесистая крупная осина, а по краям ее будут расти ивы и некоторые другие породы деревьев, которые выдерживают высокое увлажнение. В таких лесочках может быть внутри леса небольшое болото или заболоченный участок, где будет большое количество различных осок, иногда пушица, иногда другие виды растений, в том числе и цветковых, которые любят влажные условия жизни. Рассказ о лесе может занять часы, сутки, недели, года. И многие ученые, биологи, географы, геологи, почвоведы, занимающиеся этой темой, написали многотомные сочинения, которые рассказывают нам о животном мире, о растительности, о генезисе, то есть о истории становления леса, такие большие научные труды. Но сегодня я бы хотела рассказать еще об одной стороне леса, этой эмоциональной составляющей. Дело все в том, что в лесу любой человек, уставший от городской жизни, уставший от интенсивной работы, отдыхает душой, отдыхает сердцем. И вот сегодня в весеннем лесу посмотрите вокруг, посмотрите на эти белоснежные стволы берез, посмотрите на зеленый мох, который проснулся и начинает расцвечивать кору дуба, посмотрите на просыпающиеся подснежники, и вы увидите вот тот момент пробуждения природы, который пускай будет исходной точкой воплощения ваших новых надежд, воплощения тех мыслей, которые, может быть, посетили вас в суровую зиму и которые воплотятся в разноцветное лето. Один из основоположников почвоведения Василий Васильевич Докучаев объяснял мощность черноземов 2, а иногда до 4 метров толщиной под байрачными лесами тем, что отчасти по склонам происходит смыв почву, на эту ложбину или на этот склон, где находится байрачный лес, а отчасти этот чернозем производят сами эти леса за счет перегноя листьев, богатства флоры и фауны, которые проживают в этом месте. Наконец, если мы будем следить дальше за разнообразием лесов на территории нашего края, мы с вами в пойменных участках, на влажных поймах, низких поймах вдоль рек увидим так называемые черноальшанники. Это леса, которые будут произрастать на достаточно бедных почвах, иногда и часто заболоченных. Кроме черной ольхи практически здесь никто и не растет. Но зато травянистые растения, которые произрастают на этих участках, образуют очень своеобразный мир, как и мир животных, который будет сопровождать пойменные черноальшанники в нашем месте. На территории, которую занимает Воронежская область, дубравы и луговые степи существуют очень давно. Об этом свидетельствуют обширные площади, занятые серыми лесными почвами и черноземами. История развития теперь современной дубравной флоры России и русской лесостепи в плестоцене и голоцене была очень сложной. Субтитры создавал DimaTorzok Весной просыпаются не только те растения, которые нам хорошо известны – деревья, кустарники, цветковые растения, но и удивительные существа, которые называются лишайники. Лишайники – это симбионтные растения, которые состоят из грибницы и из зеленых водорослей. И вот один из них в Дубраве – это так называемый дубовый мох. На этой сухой дубовой ветви мы видим лишайники сразу двух видов. И один из них – то, что называется дубовый мох. Несмотря на то, что называют его мхом, это все же лишайник. Он отличается удивительной особенностью, когда влажно, его талом или слоевище становится пушистым, вот как сейчас. А когда становится сухо, то в этом случае оно прилегает к стволу дерева. Поэтому биологи всегда могут приблизительно сказать, какая влажность воздуха в этом лесу. Весной дубовый мох становится пушистым, веселым, зеленым, потому что в его состав входят одноклеточные зеленые водоросли. Они начинают фотосинтезировать, кормить грибницу, и весь столом этого мха растет и развивается. Основные массивы воронежских лесов находятся в речных долинах. Однако, большая часть вот этих придолинных лесов, по крайней мере, в долине Дона, была вырублена. И в настоящее время мы с вами имеем вот эти придолинные лесные массивы вдоль рек Хопер, знаменитый Телермановский лес и Хоперский заповедник, который располагается на его территории. Вдоль Битюга, знаменитый Хреновской бор, который тянется полосой вдоль этой реки. Шипова-Дубрава, которая находится под Бутурлиновкой, это Нагорная Дубрава, один из участков прекрасного сохранившегося, настоящего леса, характерного для нашей территории, которую Петр I назвал «золотым кустом России». Приблизительно с XVII века начинается активное преобразование нашей территории. В это время эта территория, которая называлась прежде «диким полем», начинает активно заселяться. И постоянные места поселения людей, которые растут со временем, осваивают эту территорию, распахивают участки, и начинается постепенная вырубка лесов из-за той плодородной почвы, которую они создали и сохранили. Где-то при Петре I стали осваиваться крупные лесные массивы области для строительства флота. Хорошо известен тот факт, что был проведен учет лесных ресурсов, пригодных для строительства кораблей, и организовано их использование. В дальнейшем, на протяжении XVIII и XIX века, площади лесов в нашей области еще сокращаются в связи с развитием хозяйства и переходом хозяйства на интенсивное использование земель и на интенсивное заселение этой территории. В XX веке леса продолжают вырубаться. Особенно много потерь понесли воронежские леса в годы Первой мировой и Гражданской войны. Много лесов было вырублено и во время Великой Отечественной войны. К 1947 году лесистость в Воронежской области составляла всего 6%. Однако, благодаря лескультурным работам, выполненным на обширных площадях, в 60-е годы Воронежская область имела лесистость 8,4%. Воронеж – студенческий город. И множество студентов проходят в своих обучающих курсах такой предмет, как экология, рациональная природа пользования, основы биологии. Но, к сожалению, далеко не всегда в учебном плане есть время для того, чтобы посетить лес, степь, реки нашей области. И поэтому сегодня мы начинаем писать сюжеты, которые рассказывают о природе родного края для студентов разных факультетов и разных вузов, которые в этом цикле видеосюжетов увидят особенности природы Воронежской области. И, поверьте, природа Воронежской области является ничуть не менее редкой, красивой, уникальной, чем сюжеты про Галапагосские острова, Новую Зеландию, Южную Америку. А порой даже неожиданно она становится более красивой, нежели чем те далекие края, про которые мы с вами знаем в сюжетах BBC, National Geographic и в разных других. Сегодня первый сюжет весеннего леса, который мы представляем вам, снят в Воронежской Нагорной Дубраве рядом с городом Воронежем. И чем ближе эта природа нам, тем больше гордости за то, что человек, живя в миллионном городе, сохранил такой маленький, но очень красивый участок леса, который весной дает начало пробуждению всех тех жизненных сил, которые так характерны для природы. Человек – ее составная часть, и поэтому он не должен забывать про то, что не он хозяин в этом мире, а все живые существа, образующие единую оболочку, которая называется биосферой. Профессия биолога, географа, геолога связана с тем, что эти люди всегда находятся в природе. Они очень любят ее и делают все для того, чтобы природа нашего края не просто процветала, а чтобы она давала возможность жить всем людям и быть счастливыми. Поэтому, наверное, это лучшие из всех профессий, какие существуют в мире, по крайней мере, с моей точки зрения. И я приглашаю вас вместе с нами на те экскурсии в леса, степи, луга, на открытые скалы, чем богат наш край. С тем, чтобы вы узнали много нового о его природе и с тем, чтобы вы гордились этим краем, так, как гордимся и мы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова